Беседа девятая. Сколько должно быть детей? Беседа девятая. Исследователи же славянского языка отмечают, что понятие «много» у славян и у их предков про славян использовалось, если объектов было пять и более. Свидетельство этому можно увидеть и в современном русском языке. Мы говорим «один ребенок», «два ребенка», «три ребенка», «четыре ребенка», но уже «пять» и далее «детей», то есть много детей. Еще в доперестроечное время однажды по радио я слушал выступление одной женщины, специалиста по демографическому вопросу. Она объясняла, что для поддержания численности населения на одном уровне необходимо, чтобы 60% семей имели троих детей. И это еще немного. Если остальные 40% семей будут иметь по два ребенка, то у 100 семей или 200 родителей будет только 260 детей, то есть воспроизводство населения будет всего 30%. На самом же деле не все оставшиеся семьи имеют двоих детей, и реально в следующем поколении будет только 230 детей, то есть прирост будет всего 15%. Эти 15% едва смогут закрыть недостаток людей, часть детей умрет, не достигнув зрелого возраста, а часть выросших детей никогда не создадут семьи. И таким образом в следующем поколении будет опять только 200 родителей или 100 семей. При такой постановке вопроса получается, что большинство семей, 60%, должно быть многодетными в современной терминологии. Согласитесь, что нелогично называть семью многодетной, когда более половины всех семей должны быть таковыми. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы знали, что 1-2 ребенка – это еще малодетная семья, 3-4 ребенка – это нормальная семья, а 5 и более детей – это настоящая многодетная семья. Хотелось бы, чтобы в нашей голове то, что должно быть нормой, если мы не хотим выродиться, перестало иметь приставку «много», то есть считаться каким-то излишеством. К сожалению, сейчас на молодых родителей, которые хотят иметь третьего ребенка, близкие и знакомые смотрят в лучшем случае со снисходительной улыбкой. А скорее всего будут крутить пальцем у виска, двух прокормить-то не могут, а еще третьего заводят. Не бойтесь, заводите, чтобы стать нормальной семьей. Сейчас многодетных семей все меньше и меньше. Иметь много детей сейчас почти никто не хочет. Часто очередной ребенок бывает нежеланным, случайным, предохранялись, но что-то не помогло. Слава Богу, решились родить и незаметно стали немного счастливее, потому что Господь за каждого ребенка прибавляет родителям счастье. Молодетность – одна из форм эгоизма, а эгоистичному человеку трудно быть счастливым. Хочу привести несколько аргументов в защиту многодетности. Поговорим об эгоизме. Под эгоизмом следует понимать особое мировосприятие, когда человек все происходящее оценивает с точки зрения своих личных интересов. Если ребенок в семье один, то такое положение очень сильно располагает к зарождению в ребенке эгоизма. Ребенок в однодетной семье видит проявление только одной воли – своей, только одних желаний – своих. Конечно, и в однодетной семье присутствует еще воля родителей. Но желание родителей для ребенка – это далеко не то же, что желание его брата или сестры. У родителей есть власть и непререкаемый авторитет, поэтому, исполняя своей воли, они могут добиться силой. Волю своих родителей ребенок вынужден соблюдать. А вот учитывать в своих поступках желания своих братьев и сестер – это уже дело добровольное. И если в семье есть хотя бы еще один ребенок, то в душе маленького человека может начаться большая работа, каждый свой шаг – соизмерять с интересами другого человека. Но эта работа может, конечно, и не начаться, все зависит от родителей. Но чем больше детей, тем легче будет родителям помочь своему ребенку преодолеть свой эгоизм. Сейчас часто можно услышать такие слова. «Я могу обеспечить счастливое детство, приличное образование и тому подобное, только одному, максимум двум детям». Звучит, если неубедительно, то вроде бы логично. Но логика жизни иная. Если ребенок один, то из него часто хотят сделать вундеркинда. Если небольшого, то, по крайней мере, маленького вундеркиндика, который бы умел плясать и петь, играть на фортепианной гитаре, умел держать кисти в руках, разбираться в юриспруденции, менеджменте и маркетинге. И целью родителей становится вывести ребенка в жизнь. Пусть у нас один ребенок, но зато он не будет заурядным человеком. Желания родителей, естественно, передаются ребенку. Он впитывает их всей своей душой и начинает искренне жить с верой в то, что он точно особенная личность. Интересы ребенка начинают играть слишком большую роль, а ребенок привыкает к тому, что его интересы всегда ставятся во главу угла. А это и есть по определению воспитание в ребенке эгоизма. Следующая проблема – выносливость. В семинарии я, естественно, был знаком со многими студентами. Были среди семинаристов и братья из многодетных семей. Их было не так много – две-три семьи. Старший брат, например, уже был в академии, средний заканчивал семинарию, а младший поступал в нее. Как правило, они были на виду, но не потому, что выставляли себя на показ, а за свою доброту, отзывчивость и открытость. После поступления в семинарию человек часто погружался в довольно жесткие условия, схожие с военными училищами. Например, даже быт был подчас суровым. В годы моей учебы первоклассников селили в довольно большие комнаты, в каждой из которых ставилось около двадцати кроватей. И я хорошо помню, как тяжело переживал это мой сосед покойки, когда он не мог заснуть под перешептывание своих одноклассников ночью. Он не мог отдохнуть днем, потому что допиться тишины днем было просто невозможно. Ему часто приходилось возмущаться, а подчас и ссориться со своими соседями. Он был единственным ребенком в своей семье. Полной противоположностью таким изнеженным созданием были семинаристы из многодетных семей, одного из которых я знал более близко. Он мгновенно засыпал даже в проходной комнате, где постоянно было хождение с комнаты в комнату. Он спокойно засыпал, когда на соседней койке десяток семинаристов устраивали бурное чаепитие. Я бы лично хотел, чтобы мои дети крепко стояли на ногах, были очень выносливыми и легко переносили все трудности. В многодетной семье дети легко могут получить такую закалку. Еще один аргумент защиты многодетности звучит так. С третьим ребенком легче. Многие не решаются рожать больше детей с ужасом вспоминая о бессонных ночах, грязных пеленках, болезнях, о походах по врачам и так далее. Действительно, каждый ребенок требует много сил. Но, как правило, со вторым ребенком проще, чем с первым, а с третьим намного легче, чем со вторым. На первом ребенке набивают шишки практически все. Ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. На втором ребенке ошибки уже начинают исправляться, а начиная с третьего ребенка, женщина становится уже профессиональной мамой. Сколько ошибок наделаешь с первым ребенком? Самый простой пример из своей собственной жизни. Рождается первый ребенок. Дома все ходят на цыпочках. Всех гостей строго предупреждают. Тссс, ребенок спит, говорите шепотом. И правда, как можно говорить громко при ребенке, если его может разбудить даже проезжающий мимо дома грузовик. Через полтора года рождается второй ребенок, и история почти повторяется, хотя тишину создавать уже труднее. Наконец рождается третий, настоящий многодетный ребенок. О тишине и речи быть не может, поскольку по дому постоянно носятся два громко шумящих моторчика. Родители уже избавлены от необходимости создавать идеальную тишину, а новорожденный, в свою очередь, уже не вздрагивает при каждом шуме и просыпается только тогда, если в коляску на всей скорости кто-то врежется на трехколесном велосипеде. Количество бессонных ночей уменьшается, поскольку мама уже знает, как научить ребенка не просыпаться ночью для кормления. Часто боятся рожать детей еще из-за того, что когда много детей, совершенно нет свободного времени и ничего не успеваешь делать. Действительно, каждый ребенок требует к себе внимания. Он как губка, которая все впитывает, он не может без общения. Когда ребенок один, единственным источником для общения для него являются родители. Ребенок как хвостик бегает за ними, или если еще не умеет бегать, то часто просится на ручки или хочет находиться хотя бы рядом с ними. От ребенка буквально не отойдешь, он быстро заметит уход родителей. Но когда хвостика уже два, то их можно прицепить друг к другу. Когда второму ребенку, дочери, у нас исполнилось чуть более полутора лет, она стала уже достаточно взрослой, чтобы играть со старшим. Мы в это время вздохнули. Теперь они носились не за нами, а друг за другом. Нам же оставалось только периодически разбирать конфликты между детьми, примеряя их, приучая уступать друг другу и делиться всем между собой. Да и третьего ребенка уже в полгода можно было посадить недалеко от старших, и он мог хоть полчаса с увлечением смотреть на их игру. Мыслимо ли было, чтобы мы старшего ребенка, когда ему было всего полгода, оставляли бы одного хотя бы на десять минут? Конечно, нет. Итак, забот с тремя детьми прибавляется, но старшие дети даже уже в четыре года могут быть помощниками, хотя бы в том, чтобы поиграть с младшими, освобождая вас. Еще одна проблема состоит в том, что в младетной семье родители быстрее теряют контроль над своим ребенком, хотя, казалось бы, уследить за одним ребенком легче, чем за пятью. Вот пример. Покупаем в магазине одежду для своих детей. Продавщица с завистью смотрит на наших детей и говорит, как, наверное, вам легко с вашими детьми. Они, наверное, друг с другом много играют. А у нас один. Ему одному скучно, а мы не можем постоянно с ним заниматься. Но ничего, сейчас детский сад отдадим, там полегче будет. Ребенку с его огромной энергией и фантазией, конечно же, не хватает одного общения с родителями. Он требует общения с себе подобными. Но одно дело, если он много общается с братьями и сестрами, с которыми он получает одинаковое воспитание. И совсем другое дело, если большую часть времени он проводит среди друзей, которые далеки от ваших представлениях о морали и ваших принципах жизни. К 14-15 годам, когда ребенок становится взрослым человеком, родители с ужасом понимают, что их сыночек или дочка становится совсем чужим для них человеком. Откуда это в нем будут удивляться родители? А все дело в том, что ребенок большую часть времени проводил вне семьи и формировал свой характер где-то на стороне. Еще одна тема – это роль старшего ребенка в семье. Первый ребенок часто бывает избалованным. Избавиться от капризов не так-то легко, но есть условия, которые способствуют борьбе с капризами. Вот одна иллюстрация из нашей жизни по этому поводу. Старший ребенок у нас по нашей неопытности сильно болел в возрасте от года до двух. Это еще больше способствовало тому, чтобы ребенок вырос избалованным. Однажды мы купили большой арбуз, принесли его домой и стали заниматься своими делами. Старший ребенок, которым исполнилось тогда три с половиной года, полчаса ходил за нами и ныл. «Пап, когда арбуз будем есть?» По опыту он знает, что если долго ныть или даже заплакать, скоро добьешься своего. Наконец, выждав некоторое время, я соглашаюсь. Но, придя на кухню с сыном, вижу, что там совершенно не убрано. «Подожди, сейчас уберемся, потом будет арбуз». Ребенок начинает ныть и приставать с удвоенной силой. Вот на кухне появляется дочка, которой еще нет двух лет. «Папа, лбусь!» Это она уже начинает свои требования. С ужасом, думаю, сейчас начнется. Но вдруг на помощь неожиданно приходит старший сын. «Ну ты что, Ульяна, не видишь? Папа убирается. Сейчас уберется, и будет арбуз». Я продолжаю убираться, и с удивлением слежу за тем, как из капризного, ноющего ребенка, старший сын в одну секунду превратился в старшего брата, который в течение следующих десяти минут важно уговаривал сестру подождать еще немного. Многие задают такой вопрос. А как с ними вообще справляться? Я разговаривал с двумя многодетными священниками и спрашивал их о том, как они справляются в своей семье. Один из ответов был таков. «После пяти детей уже не замечаешь, сколько их. В том смысле, что трудностей не становится больше с рождением нового ребенка». Это говорил священник, у которого было семеро детей. Когда появляется пятый ребенок, то старшему, как правило, около десяти лет. Это уже полноценный помощник. К шестому ребенку подрастает уже второй полноценный помощник и так далее. Однажды к нам приехали гости и жили у нас несколько дней. И мы с матушкой заметили, что нам приходится несколько больше внимания уделять дисциплине. С тремя маленькими детьми, двое наших и одна маленькая гостья, нам пришлось поменять порядок еды. Когда Григорий, старший ребенок, был один, естественно, мы удовлетворяли его капризы. Не хочет есть сейчас, но поест попозже. С двумя историей повторялось. В результате покормишь одного, через полчаса другого, через час опять первый проголодался. Это было уже не очень удобно, но с двумя мы еще как-то справлялись. Когда собралось трое детей, мы поняли, что кормить каждого отдельно мы уже не в состоянии. Тогда мы стали сажать за стол всех детей сразу. И как только кто-то пытался проявить свой характер, тотчас вылетал из-за стола или крепко получал по мягкому месту. Процесс питания троих детей вскоре стал занимать гораздо меньше времени, чем двоих. Тут мы вспомнили рассказы старых людей об их детстве. Все сидят за столом, никто не пикнет. Первым начинает есть отец, затем все остальные. За смех или разговор сразу же получишь ложкой по лбу. Да так, что и треск слышен. Ребенок в старину рос совершенно в другой обстановке, где не было места никаким вольностям. Когда ребенок один, маме легче самой вымыть, постирать и подмести. Какой вырастет при этом ребенок? Ясно. Но когда детей много, мама вынуждена воспитывать в них трудолюбие, просто потому, что сама уже не справляется. Вывод простой. Многодетная обстановка заставляет родителей правильно воспитывать детей, избавляет всякого рода потворства им, и в скором времени многодетные родители получают целую бригаду помощников. Еще одно недоумение у людей. Как прокормить такую ораву? Этой теме, видимо, надо посвятить целую отдельную беседу. Одной же фразой пока можно ответить так. Если кто-то хочет иметь много детей, то он будет их иметь, даже если достаток семьи невелик. А если человек не хочет иметь детей, то он даже если богат, говорит себе, нет, я не смогу их прокормить. Для кого-то ребенок — это лишний род, а для кого-то источник радости. Мысль о том, что мы плохо живем, — это миф. Конечно, мы могли бы жить лучше, но живем мы неплохо. Я вспоминаю рассказы пожилых людей о том, что они сахар впервые смогли спокойно покупать только в 50-х годах, а мясо только в 60-х. И они жили и выжили, и еще крепче нашего поколения в несколько раз. Если задуматься, как мы живем и как тратим свои сбережения, то становится страшно. К нам из Красноярска приехала бабушка. Как только она приехала, мы стали в два раза реже покупать новую одежду для детей. Теперь все ползунки, колготки чинились, латались, и срок их службы увеличился в два-три раза. Сначала нам было непривычно смотреть на колготки с огромными заплатами. Раньше мы просто выбрасывали их без починки. Даже стыдно было вначале, что наши дети как бедные какие-то ходят. Но потом привыкли, и теперь не видим в этом ничего страшного или зазорного. Добротная одежда может служить очень долго. У нас до сих пор младший ребенок пользуется зимними штанами, в которых выросли уже пятеро детей. Двое детей моей сестры и наши старшие трое. То есть младший уже шестой, кто их носит. Добротная обувь спокойно выдерживает трех-четырех малышей. Правда, в более старшем возрасте не больше двух. Вспомним английскую пословицу. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Действительно, мама стоит перед выбором. Что купить? Дорогую вещь за 200 рублей или подешевле за 100? Если мы можем прокормить только одного ребенка, ну, конечно, я куплю вещь за 100 рублей. Обычно это китайский ширпотреб. Итак, 100 рублей на одного ребенка. Многодетные родители вынуждены покупать более добротные вещи за 200 рублей. Но их будет носить 4 ребенка. Итого 50 рублей на одного ребенка. Итак, многодетным родителям дети обходятся в два раза дешевле. Одного ребенка родителям легко баловать. Конфеты, печенье, мороженое и так далее. Все это заканчивается дорогими лекарствами от аллергии, дисбактериоза, язвы. В Талдоме были уже случаи, когда язва была у ребят 14-16 лет. А с другой стороны, у меня перед глазами несколько больших семей с крайне скромным достатком, но где растут нормальные и здоровые дети. Ограниченность в средствах заставляет их питаться скромно. Лакомства дети видят далеко не каждый день. А в итоге получается, что литр молока, взятый у молочника по 10 рублей, гораздо полезнее пакета, купленного в магазине, по 16 рублей. А мясо или рыба, приготовленное своими руками, во много раз полезнее колбасы или крабовых палочек, в которых количество настоящего мяса или рыбы совсем невелико. То же самое можно сказать и об одежде. Много ли сейчас у взрослого, городского человека вещей по-настоящему заношенных? Практически их очень мало. Одежда, как правило, меняется не потому, что уже пришла в негодность, а от того, что сменилась мода, фасон уже устарел. Малейшая заплатка на куртке или плаще просто недопустима, иначе будешь выглядеть нищим или бомжом. Что мне нужно для того, чтобы пройтись по центральной деревенской улице? Я думаю, вполне достаточно кирзовых сапог, рабочих штанов и рубахи с парой заплат на рукавах. Вполне приличный вид. А что мне нужно будет одеть, чтобы пройтись по центральной городской улице? Все, что будет на мне, будет стоить в два-три раза дороже. Именно поэтому, на самом деле, до настоящей нищеты или голода нам еще очень далеко. И все разговоры о нищете вызваны просто привычкой комфортной и беззаботной жизни, которой, конечно, не будет при рождении нескольких детей. Чтобы иметь много детей, надо только решиться. Надо быть готовым жить ради своих детей и забыть о себе. Пока думаешь лишь о себе, многодетная семья будет казаться адом. А когда все мысли и желания будут связаны со своими детьми, то многодетная семья будет единственным условием счастья. И последняя на сегодня тема – пенсия. Или что ждет тех супругов, которые родили всего одного ребенка или остались бездетными? Среди людей часто распространены ложные представления о тех или иных предметах. Например, почти все считают, что пенсию мы обеспечиваем себе теми отчислениями, которые поступают в пенсионный фонд. То есть мы как бы зарабатываем, накапливаем себе пенсию, как бы откладывая свои денежки в некий банк, откуда потом, в свое время, когда мы состаримся, будем получать пенсию. Увы, увы, увы. Все происходит иначе. Деньги, которые мы зарабатываем и перечисляем в пенсионный фонд, идут не на наши будущие пенсии, а на пенсии наших современных пенсионеров. Они родили нас, воспитали, чтобы мы, следующее за ними поколение, кормили их. Нас же будет кормить, обеспечивать нашу старость уже другое, следующее за нами поколение. Ну и что из этого? Что от этого меняется? Одно поколение или другое? Но кормить-то будет, никуда они не денутся. Мы же перечисляем, и они будут. Но не все так просто. По подсчетам специалистов по демографической проблеме, если рождаемость останется такой же, как сейчас, то к 2030 году на одного работающего человека будут приходиться двое пенсионеров. Сейчас средний уровень рождаемости 1,17 на одну семью, вместо необходимых 2,3. В Европе 1,7. Они тоже вырождаются, но не так быстро. Действительно, если в семье в среднем один ребенок, то сколько детей будет помогать родителям в старости? Ясно, что один второму взяться неоткуда. На его шее будет сидеть два старика, в то время как на каждого работающего должен приходиться только один пожилой человек. Отчисления в пенсионный фонд через 30 лет должны стать в два раза больше. Сейчас часто рождают одного ребенка, убеждая себя тем, что только так можно обеспечить ему счастливое детство. А что при этом готовит дорогому чаду к его 30-летию? Тогда родители будут как раз готовиться к пенсии. Они приготовят сыну или дочери хороший подарок – удвоенный размер пенсионных отчислений. Каждое работающее поколение кормит стариков и детей. Действительно, легче прокормить одного ребенка или вовсе не иметь детей. Сегодня мама и папа обеспечивают счастливое детство одному ребенку, я уже не говорю про избалованность этого ребенка, а завтра, то есть через 30 лет, это изнеженное счастливое чадо будет ли заботиться об обоих своих родителях? Разве сейчас мало одиноких стариков? А завтра их будет в два раза больше. Если ты не родил и не воспитал двух-трех детей, готовься к дому престарелых, где будет одна медсестра или сиделка на 10-15 стариков. Почему сейчас активно обсуждается вопрос о возможности эвтаназии, когда больного старика можно убить по его согласию? Потому что кто-то готовит наши умы и сердца к нужному решению. Скоро стариков будет много, и нас хотят научить убивать самых слабых – больных. Убить тоже легче, чем ухаживать за больным стариком. Все взаимосвязано. Сначала нас приучают к мысли, что рожать надо только желанных детей. Но через 30 лет эти желанные дети будут готовы убить своих или чужих, это не важно, больных стариков, потому что прокормить вдвое больше стариков они вряд ли захотят. Страшно, но этими стариками через 30 лет будем мы, те, кто отказались от рождения детей. Почему об этом сейчас почти никто не говорит? Церковь не только говорит, а прямо вопиет последнее время о том, что происходит с нами. А вне церкви действительно почти молчание. Старшее поколение не доживет до тех страшных времен. Оно честно родило нас, среднее поколение, и уверено, что как-нибудь мы их прокормим. Младшее поколение еще растет и ничего не понимает. А мы, среднее поколение, куда смотрим? О чем думаем? Размах индустрии развлечений закрывает нам глаза. Нам не дают увидеть и услышать, а мы и не хотим этого. Но вернемся к вопросу о пенсии. Печально, что размер пенсии и сейчас не зависит от количества детей. Два человека получают одинаковую зарплату, делают одинаковые перечисления в пенсионный фонд. Но один воспитывает троих детей, а другой не одного. Первый тратит меньше денег на себя, тратя их на детей, и в два раза больше трудится дома. Воспитание детей – это вторая и более ответственная работа. Польза от этой работы будет всему обществу. Но каждая семья несет этот подвиг по своей инициативе, не получая за этот тяжелейший труд от государства практически ничего. Второй человек, не имеющий детей, тратит все деньги на себя, имеет кучу свободного времени, вообще живет припеваючи. И после этого они будут получать одинаковую пенсию? Я бы с чистой совестью вдвое увеличил пенсию многодетным родителям. А младетным при этом можно было бы на их возмущение ответить так. Ты свое уже растратил на себя в молодости. В разных странах и в разные эпохи вводились особые налоги, призванные поддерживать рождаемость. Например, в советское время существовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Как жаль, что подобного налога нет в современной России. Средства, полученные от этого налога, можно было бы направлять на поддержку многодетных семей. Даже советское государство, вводя такой налог, понимало, что чем больше детей, тем больше рабочих рук, тем крепче страна. А современный человек все больше боится лишнего рта, который съест его кусок. Раньше, когда не было никаких фондов, все было просто и ясно. Дети – это благословение Божие. Чем меньше рабочих рук в семье, тем хуже. Мою старость упокоят мои же дети, так пусть же их будет больше. Не родишь детей, придет время, умрешь и похоронить-то будет некому. От малорождаемости будет плохо через 30 лет всем, кроме, быть может, тех редких семей, которые не побоялись быть многодетными. Их дети не оставят родителей, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Сейчас часто на детей смотрят, как на наказание судьбы. Но истинное наказание постигнет нас, если мы не очнемся от того духовного сна, который не дает нам разглядеть самые простые вещи. Субтитры создавал DimaTorzok